В Славянском районе одним из самых отдаленных от райцентра малокомплектных образовательных учреждений является школа девятилетка в хуторе Прорвенском. Именно туда мы и приехали, чтобы посмотреть, как там стартовал новый учебный год. 1 сентября на хуторе Прорвенском Черноярковского сельского поселения была вполне еще летняя сухая и солнечная погода. Школьники, а их здесь всего 16, с букетами цветов для любимых учителей, собрались в уютном небольшом дворике на торжественную линейку, чтобы отпраздновать начало нового учебного года, который стал самым первым для двоих первоклассников. Школа очень хорошая. Я иду в первый класс. Я очень рад. Я буду хорошо учиться. Родители первоклассников уверены, что в 49-й школе их детей не только научат читать и писать, но и воспитают настоящими людьми. Я очень люблю нашу школу. И вообще я очень рада, что наша школа развивается. Хоть она маленькая, маленький хутор у нас, но она постоянно развивается. Здесь, во-первых, очень хороший педагогический состав. Само здание школы, вы видите, просторное, светлое, всегда ремонтируется. Оно наполнено всеми технологическими средствами, всеми. Не на словах, а на деле родители убеждаются в качестве местного образования. И это вселяет в них оптимизм. Моя старшая дочь, она закончила хорошо школу. Потом она закончила Новороссийский колледж с отличием, Государственный технологический университет. Сейчас она прекрасно работает. И я знаю, что все ученики этой школы, они сдают государственную толковую аттестацию с хорошими отметками. Из девяти учителей школы пятеро ее выпускники, в том числе и директора Андрей Пономаренко. В школе, кстати, работали его родители, так что он продолжает их дело. Все родители довольны, они будут свободны. Детки, слава богу, идут в школу с хорошим настроением. Как вы уже сказали, да у нас всего 16 учащихся в школе. 9 классов из 9 класса. 8 класса у нас, к сожалению, нет в этом году. В 7 классе один человек, в 9 классе один. Но зато два первоклассника у нас в этом году. С тех пор, как директором стал Андрей Пономаренко, в школе не было ни одного второгодника. Это один из показателей хорошего качества образования. Наши выпускники успешно сдают АГЭ каждый год и поступают. И причем поступают всегда на бюджет. То есть родители уже не платят достойные знания. Каждый год у нас хоть один, но есть отличник в школе. Так как детей мало, у нас получается как бы индивидуальное занятие с каждым. Ну, один-два человека в классе. Из 9 учителей у одного высшая, у пятерых первая категория. Работа здесь не так проста, как кажется. У нас ведет и географию, и ОБЖ, и физику, общество знания вела. И вот на вот эти все четыре предмета, мало того, что она еще технологию ведет по основной своей деятельности, по диплому, но на остальные вот эти три-четыре предмета ей нужно обязательно закончить курсовую подготовку. Потому что без курсовой подготовки учитель не имеет права преподавать тот или иной предмет. Вот в этом, конечно, сложность, но, как сказать, у нас учителя универсальны. Они уже привыкли, в принципе, к этому. Так что для нас это как в порядке вещи. В школе все обустроено и комфортно для всех учителей и учеников. Еще здесь какая-то удивительная атмосфера. Добросердечная, теплая и домашняя. В самом деле для всех эта школа настоящий второй дом, где проходит весомая часть их жизни. Сама атмосфера тут, вот как, ну детей мало, действительно, как одна семья. Каждого знаешь, уже изучил его характер. То есть это же не 30 человек в классе, а всего 16. Поэтому, вот, да, с каждым, каждого родителя знаешь. Родители у нас, хотелось бы сказать, понимающие. В первый учебный день прошел урок, посвященный 75-летию победы Великой Отечественной войне. Ученикам рассказывали о бессмертных подвигах героев, в том числе и о хуторянах, которые мужественно сражались за родину. Старшеклассники здесь рано задумываются о будущей профессии. А сделав свой выбор, стараются получить соответствующие этому знания. Я заканчиваю 9 класс, и благодаря знаниям, которые я здесь получаю, я хочу хорошо сдать экзамены и пойти отучиться в техникум, чтобы уже со своими знаниями иметь хорошую работу. Школа у нас хорошая, я получаю много знаний, так как я в классе одна. Конечно, скучала, потому что здесь друзья были. Я хочу поступить на ветеринара, пойти учиться, так как мне нравятся животные, люблю их. Более полувека педагогический стаж у учителя биологии и химии Аллы Ивановны Котречко. Она по-прежнему полна энергии и желания поделиться своими знаниями с учащимися. Как захожу с 1 сентября, когда начинаются учебные годы, обязательно их спрашиваю, ребятки, а кто, какой хочет получить профессию. Веду я кружок юный агроном. И поэтому понятно, что приоритет это сельской местности. Ну, а Анастасии ясно, что вы внимание делаете. Ну, у нас, конечно, деток мало, поэтому у нас как репетиторство. И они как, ну, понимаете, как свой ребеночек к ним относятся, с сердцем и душой. Вот так с большим сердцем и открытой для добра душой и работают учителя в этой школе в небольшом хуторе в глубинке. Они стараются учить и воспитывать настоящих патриотов большой и малой родины. И это у них получается. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Курен. Игорь Вишневский, Игорь Негода.